МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе выезда на место происшествия установлено, что на острове Лисий проводились работы по монтажу башенного крана. На месте происшествия работали следователи Следственного комитета и сотрудники полиции. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Очередное ДТП с участием мотоцикла. На автодороге по Чиноку-Домле съехал с дороги и опрокинулся мотоцикл «Ямаха». Мотоциклист, 82-го года рождения, с серьезными травмами, доставлен в ЦРБ Вышнего Волочка. 23 мая Тверской областной суд вынес приговор четверым обвиняемым. В зависимости от роли каждого, двое мужчин и две женщины обвинялись в убийстве, совершенном с особой жестокостью, группы лиц по предварительному сговору, совершение группы лиц по предварительному сговору иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшему. Следствием и судом установлено, что 28 июня 2020 года подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехали в город Удомле для выяснения отношений с потерпевшим. Однако разговор не получился, и его насильно на автомашине вывезли за пределы города. Фигуранты, остановив автомобиль неподалеку от Стелла Удомля, нанесли потерпевшему множественные телесные повреждения с использованием лопат для уборки снега, баллонного ключа и биты. Затем совершили с потерпевшим иные действия сексуального характера с применением насилия. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте совершения преступления. В ходе расследования, в результате проведенного следователями-криминалистами Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками полиции комплекса следственных действий и оперативных мероприятий в кратчайшие сроки злоумышленники были установлены и задержаны. Проведенными первоначальными следственными действиями восстановлена вся картина произошедшего, а также роль каждого из фигурантов. Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 16 лет 10 дней и 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Женщинам по 10 и 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 23 мая указом президента Российской Федерации председателем Тверского областного суда назначен Михаил Золин. С июля 2018-го Михаил Петрович работал заместителем председателя областного суда. В последнее время исполнял обязанности председателя. Судью Тверского областного суда назначен в июне 2010-го. С 2012 по 2016 годы председатель судебного состава по гражданским делам Тверского областного суда. Далее председатель судебной коллегии по гражданским делам. Имеет государственные награды за трудовую доблесть и знак отличия судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации за усердие второй степени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова